Всем привет, я Дима, я так соскучился, под таким машином прям очень соскучился, и вот очередной вариант выигран за 5,5 тысяч долларов, при том, что она даже не торговалась, ее забрали по цене Байнауза, которую продавала страховая. Машина продавалась как ни на ходу, не заводится, с документами только на экспорт, как утопленник. В итоге, машину привезли, да, она не заводилась, то есть ты типа нажимаешь кнопку старт-стоп, и она такая типа чик-чик, о чем это говорит, о том, что что-то мешает запуску мотора. Соответственно, были выключены свечки, посмотрели, что там, почищены свечки, ничего мотор не выплевывал, там в принципе все гуд, конденсата не было, все чистенько, маслом длиется, ладно. Все чистенько, так, наверное, делать было нельзя, ну, я не механик, короче, просто мы их очень много восстанавливали, и я все помню, что надо сделать для того, чтобы посмотреть. То есть машина, она без, ну, как бы интеркулера стоит, но с одной стороны он выключен, для того, чтобы машина заводилась. Потому что нужно слить воду с интеркулера, потому что в интеркулере должен быть воздух, воздуха там не было, там была вода, которая не позволяла запуститься в машине. Соответственно, свечки почистили, все посмотрели, мотор без свечек крутился, соответственно, полезли в интеркулер, отключили один подрубок, и вот он заводится и едет. В моторе воды не было, ни в цилиндрах, по ходу дела даже, ни в масле, потому что конденсата нету, все зашибись работает. По салону, когда мы ее покупали, сразу было понятно, что в салоне воды не было. Это прям, ну, сто процентов. Оля, вот смотри, какой здесь уровень воды был. Вот, соответственно, и в моторе тоже не было. Музыка работает, блок мультимедиа обычно находится ниже всего... Да ладно, выключу музыку. Короче, блок мультимедиа находится ниже всего, поэтому он первый умирает, кондиционер работает, сидушки работают. Здесь пробег 72 тысячи миль, но она с Флориды приехала, то есть там, видимо, кто-то ездил по хайвею, и здесь, да, обычная грязь, обычная пыль от обычного износа, но она выглядит как новая, то есть она не похожа на этот пробег, моторчик идеальный, то есть кто-то прям вообще любил свою машинку, здесь даже диски идеальны, машина по кузову, в круг, как новая. Мы видим, все работает, машина заводится, едет, желези здесь нету, но, блин, за пять с половиной тысяч долларов, вы можете себе такую машину купить за пять с половиной тысяч долларов? Диски как новая, тачка как новая, она по кузову просто в идеале, просто в идеале, не до чего докопаться, по салону она просто в идеале, S-Drive 2.8i. Вот, защиту я, ну, не ставил назад, потому что нужно с интеркулера слить воду, а кто-то вот вырезал или оторвалось, чтобы масло сливать. Ну, здесь просто обычная машина, воды в салоне не было, нигде вообще никак, так, все тут в порядке, все чистенько, сухенько, шторочка, какой-нибудь тачка, даже нету из выхлопа ничего, ну, никакой воды, ничего, просто обычный конденсатор от кондиционера, поворотнички, все работает. Соответственно, ну, блин, если вы покупаете за пять пятьсот тачку, BMW X1, серьезно? И я в шоке, конечно. Все работает, спинки, поясничные поддержки. Это у нас двадцатый год, сентябрь. Вот, соответственно, ну, можно в авто включить брейки всякие. Брейк нам не нужен, давай снимайся с брейка. А, это парк, а брейк что-то так говорит. Короче, что-то с брейком, не знаю, что с брейком. Вречка нам больше не нужна, радио мы видели, что оно работает, вот, жестко можно управлять. Короче, одни новости везде. Сервисная книжка в машине. Один ключик, как новенький. Класс вообще. Она такая чистая, просто идеальная тачка. Зарядник для телефона. USB-C. Здесь тоже все работает, в сидушках ездит. Ничего не изношено, как будто вообще пробегнет. Руль вообще как новый в идеале. Сзади. Парктроники впереди, сзади. Камера с проекцией, куда ехать, куда рулить. Вообще без проблем едет тачка. Просто обычная машина. Списанная, как утопленник. Почему она списана, как утопленник? Потому что страховая не может, я капот не закрыл. Короче, страховая не может гарантировать безопасность транспортного средства. Поэтому она списывает такие автомобили. А мы можем купить нормальный автомобиль, если, конечно, он приезжает в таком виде. Конечно, есть вероятность того, что он не приедет в таком виде. Ну, вот в данной ситуации за 5500 мы имеем офигенную тачку. Что-то с тормозами тут. Не знаю, что с тормозами. Покупателю необходимо просто обслужить машину. Обычный сервис, когда вы покупаете машину. Все. Изи катка. Класс. Я с собой доволен. Тем, что помог сэкономить клиенту деньги. Теперь он может приехать куда-нибудь в верхний Ларс в Грузии. И забрать спокойную тачку своим ходом. Ну, перед этим, конечно, заехав в сервис. Там жидкости себе поменять. Ну, как обычно вы что-то делаете, когда покупаете машину. Так что. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился данный видеоролик. Ставим лайки. Подписываемся. Комментируем. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр. Кому-то пока. Кому-то... Кто хочет подобные покупки. Кому-то здравствуйте. Да. Все. Интересно, заведется теперь сама. Без бустера. Давайте посмотрим. Так, паркинг. Нет. Аккумулятор дохлый. Ну, уже новый аккумулятор. Без нового аккумулятора. Она, как видите... Ну, она, кстати, не глохла. Но... Аккумулятор не взял ничего. То есть, она даже просто не включается. Говорит о том, что аккумулятор просто в ноль. В зеро высаженный. Мертвый. Да. Аккумулятор дохлый. И я не могу. Так. Продолжение следует...